Вар Тандер Вар Тандер На 10-м месте советский Як-3П. Третий ранг, боевой рейтинг 4-3 и великолепные лётные характеристики для своего уровня. Внушающая скороподъёмность и малое время виража делают из яка грозного противника. Самолёт отлично чувствует себя на высотах от 3 до 4,5 километров. В принципе, он может воевать и на 6 тысячах, но там он весь свой потенциал не раскроет. Ведь главный конёк нашей машины — виражный бой. Самолёт очень послушный. Он способен легко выполнять манёвры любой сложности, с лёгкостью сбрасывая противника с хвоста и наказывая ответным залпом. Вооружение — три 20-мм пушки Б-20, одна — мотор-пушка и две — синхронизатором для стрельбы через ВИН. Их суммарный боезапас — 380 снарядов. 3,5 килограмма секундного залпа при должной меткости уничтожат практически любого оппонента. Ленты для пушек подобраны очень удачно. Игромания рекомендует скрытную, трассирующую, либо ленту для наземных целей. В них довольно много фугасов, а это как раз то, что требуется для быстрого уничтожения врага. В среднем Ягд-3П может без труда забирать за бой как минимум двух оппонентов. Его ценят как любители лобовых атак, так и фанаты маневренных дуэлей. Девятую строчку занимает американский палубный истребитель F6 F3 Hellcat. Второй ранг — боевой рейтинг 3.0. Поначалу машина может показаться слишком массивной, с виду просто корм для других истребителей на этом уровне. Но из-под шкуры овцы и проглядывают волчьи зубы, способные перемолоть множество вражеских самолётов. Во-первых, наш адский код вооружён шестью 12,7-мм браунингами М2. Ленту рекомендуем либо универсальную, либо для наземных целей. Первая даёт большую вероятность поджога противника, а вторая поможет быстрее выводить из строя модули. А во-вторых, самолёт может похвастаться просто невероятной живучестью. Он способен выдержать колоссальное количество повреждений и даже с ними худо-бедно вернуться на базу. Отличный выбор для любителей маневренного боя. На восьмой строчке великолепный советский самолёт третьего ранга — Як-9Т, обладающий всеми преимуществами, присущими Якам. Это и маневренность, и приличная скорость, и живучесть. А вдобавок к ним есть пулемёт УБС и пушка НС-37 калибром, как несложно догадаться, 37 мм. Одного меткого выстрела из этой пушки хватает, чтобы разорвать противника на куски. С воздушной лентой, конечно. Ну а если вы расстреляли весь боезапас основного орудия, УБС с лентой для наземных целей прибавит в копилку ещё пару фрагов. Советуем в таком случае стрелять по крыльям. Як-9Т — самолёт снайперов. Любителей стрелять в лобовых с дальней дистанции. По поводу виражного боя — комментарии излишни. Как и Як-3П, девятка в таком бою просто великолепна. В среднем умелый пилот на Як-9Т, наловчившийся метко стрелять, способен за бой настреливать от трёх и более фрагов. Седьмое место. Его занимает советский И-153, он же «Чайка». И вот почему. В нашем рейтинге мы учли и то, насколько хорошо отражается ваша игра на статистике пилота. В частности, по соотношению сбитых к вылетам. «Чайка» для этого подойдёт как нельзя лучше. Временами, попадая на низкие ранги, опытный пилот может набить невероятное количество фрагов. «Чайка» — крайне маневренный и юркий самолётик. Его шкасы с трассирующей рентой способны легко сбивать истребители противника. А для более жирных целей есть восемь ракет, то есть четыре залпа. Не подставляясь под атаки врага, «Чайка» может натворить немало бед, быстро выведя статистику на нужный уровень. Ну а стоит так делать или нет — решать вам. По нашему мнению, отстреливать новичков ради статистики — занятие хорошему пилоту неподобающее. На шестом месте британский аналог «Чайки» — «Харрикейн». Некоторые называют его вертолётом за неестественно низкую скорость сваливания. На посадочных закрылках аппарат может почти крутиться на месте. А вооружение из восьми мелкокалиберных браунингов способно превратить в труху практически любой самолёт. Сам аппарат очень крепкий и способен выдерживать сильные повреждения. Это даёт неопытному игроку шанс на выживание, если он оказался ни в том месте, ни в то время. А игрок опытный сможет выходить из боя с четырьмя и более поверженными противниками. Пятую строчку занял американский самолёт четвёртого ранга F-8 F-1B «Биркет». «Бирка», как его ласково называют игроки. Во-первых, это один из самых популярных американских самолётов рандома на четвёртом ранге. Во-вторых, бессменный выбор многих игроков в полковых боях благодаря внушительному курсовому и подвесному вооружению. При максимальной загрузке «Биркет» несёт четыре 20-мм пушки и три тысячи фунтов полезной бомбовой нагрузки. Любо-дорого посмотреть, на что способны четыре двадцатки с фугасным боекомплектом. Заряжайте скрытную ленту, ставьте сведение орудий на 600 метров и смело ходите в лобовые. Стабильная машина, которая будет приносить вам стабильный доход. Мы добрались до четвёртой строчки. На ней примастился немецкий «Фокке-Вульф» 190D9 четвёртого ранга, едва ли не лучший образец классической немецкой авиации. Как и любая другая «Фока», «Д-9» — машина для лобовых атак и бум-зума. Виражный бой не для неё. Зато самолёт отличается невероятной скоростью на больших высотах. Мало какие поршневые аналоги могут догнать его на высоте свыше 6 тысяч метров. Из вооружения — две 20-мм пушки МГ-151 и два крупнокалиберных пулемёта МГ-131. Вместе они выдают почти 4 килограмма секундного залпа. Внушительный аргумент в любом воздушном споре. И, кстати, в премиум линейке советской авиации доступен трофейный вариант «Д-9», приносящий из боя больше опыта и серебра. А мы тем временем подобрались к ТОП-3. Встречайте лидеров! На третьем месте нашего рейтинга расположился японский реактивный бомбардировщик R2Y2KU. Недавно мы даже посвятили этой линейке отдельный подробный видеообзор. Находясь на пятом ранге с боевым рейтингом 6 и 7, его практически невозможно не окупить. Сбросив бомбу, машина освобождается для воздушного боя. И на этом уровне превосходит почти всех оппонентов. А четыре демонических 30-мм пушки с трассирующим боекомплектом разбирают оппонента на запчасти буквально с пары кликов. Если летать аккуратно и не ломать крылья на высоких скоростях, из боя можно легко выйти с пятью фрагами. Если, конечно, коллеги по команде не уничтожат их раньше. На второй строчке уверенно закрепилась еще одна немецкая машина. На этот раз премиумный Focke-Wulf 190D-13, который открывается при покупке специального пакета. На вооружении у самолета три 20-мм пушки МГ-151 с боезапасом по 250 снарядов на каждый ствол. И хотя машина явно медлительнее, чем тот же Д-9, нехватка скорости с лихвой компенсируется вооружением. На ней можно без опаски врываться в самую гущу сражения, постепенно выбивая противников по одному. Главное — не вступать в виражный бой. Большинство оппонентов маневрируют лучше, и потерявшая скорость «Дора» станет для них легкой добычей. В остальном же перед нами просто отличная машина для быстрой прокачки и заработки. И, наконец, первое место. Выбор редакции игромании. Британский самолет четвертого ранга. Премиум-машина в двух ветках. «Спитфайр ЛФ МК-9». Как и все машины в ветке «Спитфайров», «Девятка» — идеальный аппарат для виражного боя практически на всех высотах. Она отлично чувствует себя как у самой земли, так и на высоте в 5000 метров. На борту — две 20-мм пушки «Хиспано» с боезапасом 240 снарядов и четыре мелкокалиберных пулемета «Брауни». Мощнейший и хорошо сбалансированный арсенал, позволяющий смело вступать в ближний бой даже с превосходящими силами противника. Прекрасная маневренность позволяет эффективно уклоняться от любых атак. Главное, не забывайте смотреть по сторонам. Самолет отличный, спору нет, но тоже не бессмертный. И, конечно же, не забывайте. Какими совершенными бы ни были машины, они не сделают всю работу за вас. В руках беспечного и слишком самонадеянного пилота лучшая техника мигом превратится в металлолом. Изучайте выбранный самолет, пробуйте разные тактики боя, упражняйтесь в маневрах и не заставляйте машину делать то, для чего она изначально не предназначена. Тогда и только тогда вам будет и бессильная ярость врагов, и уважение в команде, и огромное удовольствие от игры. С вами была Игромания. До скорого!